Прислушаться к наказам. Каждый год депутат Московской областной думы Владимир Шапкин на встрече с коллективами интересуется потребностью социальных учреждений в том или ином оборудовании. Станции переливания крови, необходим автомобиль для проведения дней донора на предприятии. Старый выработал свой ресурс. Совсем скоро просьба медиков будет выполнена. Не все люди действительно могут сорганизоваться и идти сюда. Нужна машина. Поэтому из депутатского фонда на приобретение машины сегодня готов выполнить ваш наказ и символично вручить вам сертификат на 750 тысяч рублей. Деньги уже пришли. Конкурс идет. Как машина будет? Дадите порулить. 750 тысяч рублей на станцию переливания крови уже поступили. Минимущество проводит согласование будущей покупки. Средства на исполнение наказов депутату определены законом Московской области. Выезжаем мы на выезды, где заготавливаем кровь бывает от 30, а бывает от 100 человек. Владимир Николаевич, когда был у нас год, да, год ровно назад, просто попросили. Вот как сегодня был разговор, так же, Владимир Николаевич, машины нет. Отечественные производители, Влад Ларгус, семиместные, но чтобы там же не только грузы возить, а людей. Поэтому мы попросили кондиционер и какие-то там из бытовых мелочей, которые удобны будут людям. Пообщавшись с коллективом, Владимир Шапкин направился на следующую встречу в детский сад номер 5 в микрорайоне Заречный. На средства депутата дошкольное учреждение приобрело музыкальный инструмент. Мы сегодня хотим выразить огромную благодарность за помощь, которую вы нам оказали нашему учреждению. Все просто рады, музыканты, просто в восторге от звучания. Рад, что вы так очень быстро и оперативно деньги получили и уже их в дело запустили. Детский сад получил от депутата 200 тысяч рублей. На оставшиеся от покупки инструмента средства закуплена мебель. Столы и стульчики с выдвижными ножками способны подстраиваться под рост любого ребенка. Отпала необходимость переносить мебель из групп. Мы приобрели инструмент, потому что у нас был очень старый инструмент, который с момента открытия этого учреждения мы им пользовались. Дошкольное учреждение – это живой организм, и тут постоянно что-то нужно. И есть проблемы, которые мы озвучиваем, и нам помогают их решать. Детские сады всегда были в поле зрения моего депутатского фонда. Все-таки я старался по максимуму прилагать усилия, чтобы решать ваши проблемы. В 17 этих детских садах за 4 года каждый из них идет по миллиону 200, даже где-то полтора миллиона. Потому что бытовая часть и варочные все цеха и столовая были еще допотокными. В 2017 году Владимир Шапкин распределил по учреждениям района 7,5 миллиона рублей. Депутату одинаково важно оказать помощь и жителю, и коллективу социального учреждения. Михаил Налетов, Валерий Жегле и телерадиокомпания «Щелково».